Астап Бендер называл машину Адама Козлевича. Мне тоже предстоит общение с автомобилем, который носит имя Антилопы. Но другой. Импалы. Так в 1958 году называли самую дорогую версию Chevrolet Bel Air. Видимо, неспроста. Ассоциация с быстрой и прыгучей Антилопой создавала определенный имидж мужчины. Вскоре ее выделили в отдельную модель. В течение 10 лет она была самой популярной и продаваемой в Америке. Но энергетический кризис 1973 года сильно снизил спрос на этого пожирателя бензина. Поэтому в 1977 была выпущена шестая, последняя версия импалы. Именно к нему и относится наш автомобиль. Формы кузова прямолинейны. Исчезли архитектурные излишества. Хрома по минимуму. Длина и ширина уменьшились. Раму тоже укоротили. Это позволило стать экономичнее. Привод традиционный для того времени задний. Подвеска на рычагах с пружинами. Назвать ее малышкой язык не поворачивается. Длина почти 5,5 метров. Ширина 2. Высота без малого полтора. Масса 1900 килограмм. В восьмиместном салоне три ряда сидений. Первые два трехместные диваны. Сзади два детских места, расположенных против хода машины. Здесь стекло с электроприводом. Опустив его, дверь можно откинуть вниз, как борт, с помощью внутренней ручки. Капот огромный. Под ним В-образная восьмерка объемом 5 литров, питающаяся через четырехкамерный карбюратор. Мощность 175 лошадиных сил. Аппетит в городе 22,5 литра. На трассе 14,5 литра. Теперь за руль. Обивка салона одноцветна. Серо-голубой кожзам. В некоторых местах узкие вставки под дерево. Оснащение не самое богатое. Стеклоподъемники с ручным приводом. Приемник. Простенький кондиционер. Спидометр в милях и в километрах. Кочерга трехступенчатой автоматической коробки передач находится под рулем. Звук работы огромного двигателя завораживает. Даже на месте руль поворачивается одним пальцем. С места трогается легко и плавно. Езда на этой машине больше напоминает отдых. В 1977 году Chevrolet Empala шестого поколения присудили почетное звание «Автомобиль года». Но к середине 80-х спрос на нее упал. А в 1986 году авто сняли с производства. Ренессанс наступил через 8 лет. Но новая машина не имела ничего общего с предыдущей. А далее жизнь судебных приставов изменится. А изменится ли жизнь судебных приставов?